Добрый вечер, дорогие телезрители! Программа Киэфир в начале недели вновь с вами. Номер прямой студии 59001. И сегодня же в понедельник, в первый рабочий день, я думаю, тема наша сегодняшняя очень актуальная, интересная и касается каждой женщины индивидуально. Также напомню пока наших спонсоров, это компания Широ, Ледниковая водолегенда и холдинг Ассоль. А также, дорогие телезрители, наш телеканал Кеймос есть и в социальных сетях. Вновь напоминаю, что это Facebook, Одноклассники, Skype, Instagram, наш логин Кеймос. Можете зайти и просмотреть все, что интересного есть на нашем телеканале, жизнь, можно сказать, нашего телеканала. Будем ждать ваших пожеланий, мы все это обязательно учтем. Ну а мы продолжаем. В сегодняшнем, нынешнем 21 веке, я думаю, роль женщины так же многозначна, как и роль мужчины. А сегодня в нашем эфире мы будем говорить о женщинах 21 века, какие же мы в наше настоящее нынешнее время. А поможет нам в этом наш сегодняшний гость уже в студии, я вам представлю. Это мастер делового администратирования, каучер и тренер женских практик, основатель, директор студии женского развития Тенгриума и Турсунова Гузеля. Здравствуйте, Гузель. Здравствуйте. Добрый вечер. Я думаю, сразу же всем нашим телезрителям стало интересно, немножечко хотелось бы узнать о вашем женском развитии Тенгриума, что это за студия, что вы там преподаете. Поподробнее нам об этом, думаю, для начала. Что вы делаете? То есть это весь такой комплексный набор, не только какие-либо психологические, какие-либо практические, но также физические нагрузки есть, да? Конечно, есть, есть, обязательно есть. Плюс работа с нашими энергоцентрами. Ну, в буддизме это называется чакрой. Ага. И в общем этот комплекс даёт очень положительные результаты именно в женском развитии. Именно в женском начинании, в женском творчестве, да, потому что на сегодняшний день женщины, наши женщины сегодня стали как бы больше идти, наверное, мужским путём. Вот, более сильные, да, можно сказать. Да, они стали очень сильными, они стали очень такими как бы, они забыли, что они женщины. И на данный момент вот наша студия, миссия нашей студии, да, пошаговое, пошаговое обучение, именно плавное обучение женщин тому, чтобы каждая женщина расцвела, чтобы у неё в душе наступила весна. Да, это вот как бы наша самая главная миссия. А также на сегодняшний день наша студия является официальным представителем в Бишкеке центра Виктории Лапиной. Это тоже очень замечательная молодая женщина, тренер женских практик. И мы в Бишкеке являемся вот их официальным центром, официальным представителем, по вернее. И вот у нас идут как бы совместные тренинги, выездные тренинги. А вот, Гузель, а по тренингам, что именно вы даёте женщинам? То есть это то, чтобы женщина понимала, что она женщина, более, так скажем, направление, не касательно какого-либо делового, бизнеса, а что-то уже более духовное, да? Вы знаете, даже не то, что да, может быть что-то более такое духовное, более такое поглубже, но в основном идёт работа как бы с подсознанием. Потому что у сегодняшних женщин очень много программ, деструктивных программ. Программ, которые как бы вот именно уничтожают эту вот женскую сущность, да? Не то, что уничтожают, а подавляют её. И разные модели, да, есть вот как бы модели жертвы. И многие женщины сегодня как бы любят эту модель, использовать в своей жизни, да, модель жертвы. Затем модель как бы более такой на сетке мамы, да, то есть они любят оберегать очень, это чрезмерно опёка. И вот таких моделей очень много. И поэтому как бы если мы будем разбираться с этими моделями очень глубоко, то можно действительно прийти к какому-то, как вам даже, к внутреннему раскрытию женщины. А вот, Гузель, на данный момент, на сегодняшний день, хотелось бы узнать, вы как тренер, да, то есть вы видите, какие женщины к вам приходят, и самую более, я думаю, распространённую, актуальную проблему на нынешнее время, настоящую, касательно и нашего Кыргызстана, но и мира в целом. То есть в чём самая большая, быть может, и проблема, и может быть даже это и не проблема, потому что женщины на протяжении всех веков мы добивались равноправия, да, какого-то уважения, чтобы и нас тоже где-то принимали, уважали и знали, что мы тоже, да, можем чего-то достичь. Но касательно ваших тренингов, то есть хотелось бы узнать поподробнее, то есть это относится к тому, что женщина должна быть сильной, или же вы, наоборот, разрушаете этот стереотип и внушаете им то, что женщины, должны быть женщины от природы, то есть сидеть дома, берегать домашний очаг и приносить в дом тепло и уют. Вы знаете, хороший очень вопрос. Женщина, вот как вы говорите, сильная. Женщина по праву рождения, да, она рождена уже сильной, то есть у неё настолько огромен её энергетический потенциал, и получается так, что сегодня женщина, выбрав мужской путь, она себя обременяет тем, что мужской путь, это для мужчин. Мужчина, он охотник, он стрелок, он добытчик, и когда он идёт, побеждает, берёт, возвращается, да, то есть это мужской путь. Женщины начинают идти, когда мужским путём, тем самым они себя очень сильно растрачивают. Женщина сама по себе очень сильная, но когда она умеет распределять свой энергетический потенциал в нужное русло, да, это и в работу, это и в карьеру, это и в семью, тогда женщине по праву рождения дано всё легко. Женщина может добиваться всего очень легко. Ей не нужно, да, там идти и как мужчина добывать, побеждать. В этом плане нам, женщинам, немножечко легче, да? В этом плане, конечно, легче, но просто женщина, я ещё раз повторюсь, что если она идёт мужским путём, то, конечно, для неё это всё тяжелее, тяжелее, тяжелее. И здесь срабатывает закон сохранения энергии, то есть женщину оберегает сама жизнь в плане того, что если она идёт мужским путём, всё это, как бы, ей это достаётся намного сложнее, намного тяжелее. Она приходит домой уставшая, она уже, как бы, после работы мало того, что уставшая, она потом бывает раздражённая, да, и так далее. И все эти моменты, они очень сказываются, они сказываются на её здоровье, в первую очередь это на её здоровье сказывается. Потом женщина начинает болеть, все её женские болезни, это всё следствие того, что женщина идёт мужским путём. Вот ещё раз я повторюсь. Когда женщина начинает идти женским путём, всё очень легко, очень легко и доступно. Просто этот потенциал нужно чуть-чуть раскрыть. Это в каждой из нас сидит. Подробнее мы ещё обязательно рассмотрим эту тему. Пока напоминаю нашим дорогим телезрителям, сегодня, дорогие телезрители, мы будем говорить о женщинах, о роли женщины в нашем современном, 21 веке. Что же на нынешнее время добились мы, каких успехов, каким потенциалом мы обладаем. Если вам интересна наша беседа, присоединяйтесь к нам, номер нашей студии 59-2001. Звоните, задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это Турсонова Гузель, основатель и директор студии женского развития «Тенгри Умай», где преподают тренинги для женщин. Я думаю, это очень интересная и актуальная тема на наш сегодняшний день. Дорогие телезрители, будем ждать ваших звонков. Ну а мы продолжаем. Гузель, я вот хотела бы спросить, а с чем связано то, что женщины берут на себя мужские обязанности, то есть идут, так сказать, по мужской дороге, да, то есть с чем? С бездействием мужчин или же почему? Вот многие говорят, да всё, мужчина как бы ничего страшного, он ничего не делает, то есть роль меняется. Многие говорят, даже есть такие немножечко с сарказмом картинки, можно увидеть во всех социальных сетях, что буквально через пару лет уже девушки будут делать предложения парням, да, то есть роли меняются. С чем это связано? Вы знаете, это связано с тем, что предпосылки того, что женщина пошла мужским путём, это всё-таки нужно вспомнить, да, нашу Великую Отечественную войну, да, уже как бы оттуда, да, из истории, что мужчины уходили на фронт, женщина оставалась одна с детьми, и девочка, которая растёт в семье без отца, это послевоенное время, военное время, и модель матери, да, которая говорит постоянно, мы сильные, мы сможем, ничего страшного, давай вперёд, да, как это, в огонь и в воду, да, медные трубы, да, ничего, девочка моя, мы всё пройдём с тобой, то есть и девочка вырастает как бы с такой моделью, да, что... Да, в подсознании это всё заложено. Да, у неё всё это остаётся, соответственно, она эту модель передаёт своей дочери, и вот как бы это всё, это всё предпосылки того, это всё можно взять из истории. А на сегодняшний день это вот, возможно, предпосылки буквально недавно, это вот возможно того, что как бы была великая страна, опять же, да, и с её развалом многие женщины, да, они начали... Это касательно СССР, да, то есть после... Да, они начали... Что они начали? Женщины взвалили на себя всё. То есть базары, какие-нибудь ёлки, работы, всё на плечи женщин. Стали челноками, стали ездить, и вот опять же, да, то есть они передают модель это своим девочкам. Эти девочки уже сегодня, наверное, тоже взрослые женщины, они, видя это, взрослые девушки, они, видя это, и говорят, мы сильные, мы всё можем сами. И тем самым, беря на себя такую большую ответственность, они... А рядом мужчина, который находится, он более-неволее начинает ослабевать, то есть ему уже не очень-то хочется что-то сделать, да, ему уже... Он знает, а, ну вот у меня есть прекрасная жена, которая всё это может сделать, и причём которая постоянно ему твердит, всё равно я сделаю это лучше, чем ты. То есть это самая главная ошибка женщин? Это даже, да, это даже не то, что ошибка, это вот предпосылки того, что жизнь настолько так сложилась, да, что женщины взяли на себя ответственность такую, да, ответственность именно кормильца, и пошли как бы... А вот, Гузяри, хотелось бы узнать, в ваших тренингах, в вашей студии Тельгироумай, говорят, преподают то, что женщина, ведь мы по натуре сильные, да, то есть этого не надо скрывать, и мы можем добиться всего и сами, но наша, я считаю, самая главная мудрость, то, что мы это должны скрывать, да, то есть показывать себя слабыми, то есть мужчина не может жить с мужчиной, он должен жить с женщиной, это закон природы, то есть если женщина сильная, так же, как и мужчина, то есть, соответственно, их брак обречён, да, то есть а что делать так, чтобы избавиться от этих, так скажем, казусов, да, чтобы не встречаться с этой проблемой, что делать женщинам? То есть притворяться, быть слабыми или же что? Вот вы что, вы и чего их учите? Притворяться слабой, да, это всего лишь внешняя форма, это форма оболочки, которую в любом случае мужчина будет чувствовать. Он быстро раскусит такую женщину. Опять же, работа внутри себя, должна идти работа внутренняя, внутреннего именно мира женщины, потому что внешне, да, мы можем сказать, что мы очень слабы, но порывы вот этой вот «я сама, да ты не можешь, да я сделаю это лучше», они всё равно будут прорываться, потому что это всего лишь оболочка, а суть остаётся та же, остаётся та же такая властная, сильная женщина, да, которая хочет сделать всё сама, которая хочет контролировать. Ну а что она должна делать? Переломить это в себе? Опять же, это внутренняя работа должна идти, это должна идти внутренняя работа, это должны меняться вот эти все программы, те программы, которые там сильные женщины, программы жертвы, да, Это идет действительно внутренняя работа на психологическом уровне, на уровне со своим подсознанием. Это должно прийти в такое состояние того, что просто я женщина, вот и все. А внешние какие-то формы притворства, они не помогут. Ну а как бороться с этой проблемой, что женщина сильнее? То есть это внутренняя программа, мы это установили. Вот на ваших тренингах, Гузель, что именно преподаете вы? В тренингах пошагово идет именно работа, тонкая работа с подсознанием. Потому что женщина, она по сути связанно дающая, она дарующая. Даже вот она дарит жизнь, она носит под сердцем ребенка, она дарит этому миру, нового человечка. Вынести 9 месяцев и потом родить. Я думаю, что женщины, которые рожали, они меня прекрасно поймут, что это такое. Это сколько нужно сил. И поэтому, конечно, это все от того, что женщине дарована эта сила. Но опять же, нужно внутри проработать это все. И это идет, я же говорю, это идет комплекс. Это идет комплекс и физических каких-то упражнений, и внутренней работы. То есть это йога, да? Вы знаете, это кое-что. Это кое-что из йоги, именно те женские определенные упражнения, которые развивают нижние женские энергоцентры. То есть а чему это способствует? Чему это способствует? Потому что, наверное, уже столько много литературы, да, именно женской энергии. Уже многим, наверное, известно, что центром силы женщины является ее матка. Это именно резервуар такой энергетический, где накапливается энергия. И, соответственно, когда она накапливается, когда женщина умеет правильно, обмен происходит с миром правильно, то есть, чтобы что-то получить, нужно что-то дать. А в чем основная роль женщины? Это дарить, дарить любовь. Вот как бы, да, дарить детей, дарить прекрасные ощущения, да? Самое главное — это дарить любовь. И вот тогда, когда женщина научится правильно взаимодействовать с миром, мы же не можем только постоянно получать, получать, получать. Нужно что-то давать в этот мир. И когда женщина именно там пошагово мы обучаем, как это все сделать, как это сделать мягко, как это сделать плавно. И тогда происходит, ну, начинает происходить правильный обмен энергии. — Замечательно. У нас есть также опрос, что об этом думают наши дорожане, наши бюджетчане, о том, какие женщины в нынешнее время. Да, Гузель, давайте посмотрим, послушаем. Дорогие телезрители, напомню вновь тему нашего эфира. Мы говорим сегодня о роли, о статусе женщины в наше нынешнее время. Какие же мы сейчас? И у нас есть опросы, где наши соотечественники, наши бюджетчане думают по этому поводу. Давайте все вместе посмотрим. Какими стали женщины 21 века? Упрямые. Ну, у нас сейчас женщины стали, во-первых, красивые, грамотные, савараменные. Ну, они не соответствуют, как бы, названию женщины, да? Они просто позорят наше общество, нашу менталитет. Ну, я сказал, вы все, но есть некоторые, которые ведут себя как прилично. Ну, мне кажется, ничто не наталкивало. Настало время, чтобы каждый человек развивался как индивид. Неважно, женщина или мужчина. А вы согласны с тем, что женщины стали более мужественными? Да, намного. Что натолкнуло их на что-нибудь за таковыми? Не знаю, наверное, мужики натолкнули на это. Не знаю, наверное, слишком пафосные. Красивые, во-первых, тоже. И даже не знаю, как сказать. Ну, вот современные, да. Не сказать, что самые лучшие. Конечно, в советское время было другое, хоть я тогда и не жил. Но сейчас стали более грубыми, распущенными, пьющими, везде ходящие, как правило. Ну, все такие встречаются. Нормальных девушек, как правило, уже мало. Которые действительно ценят родителей, любимых, как правило. С этим я согласен, конечно. Сейчас женщины стали предпринимателем, бизнесом стали заниматься. И дюймовка, конечно, у нас большинство сейчас женщин там сидят. И это добавить. Какие они стали. Ну, я не скажу, кто-то стал, может, более женственным, кто-то наоборот, сдался в карьеру. Ну, а так, у каждого века свои, как бы, прелести в женщинах. Дорогие телезрители, тем, кто только присоединился к нам, к нашей программике «Эфир», напомню, что в прямом эфире у нас сегодня Турсунова Гузель. Это основатель и директор женской студии развития «Тенгри Омай», где преподают тренинги для женщин. Напомню, сегодня мы говорим о роли женщин в нашем современном мире. Какие же мы стали. То есть, во благо ли это общество, или же стоит где-то что-то переломить и развиваться в другом направлении. Об этом именно сегодня мы поговорим с нашим гостем в эфире. Гузель, мы посмотрели наш опрос о том, что думают наши соотечественники. То есть, мы спросили у мужчин. Мое удивление, честно, что все, буквально все считают, что сейчас и на данное время, на данное время женщины стали сильными, мужеподобными, даже мужественными. То есть, женщины сейчас не просто женщины, они бизнес-леди, у них есть свой бизнес. Также мужчина подчеркнул, что женщины, в большинстве случаев женщины, ну, конечно, это неправильно, но тем не менее, сидят в джорку кенеши, то есть, управляют целой страной. Вот ваше мнение по этому поводу. Да, действительно, сегодня мужчины по опросу, да, уже видно... Сдают свои позиции, да? Уже видно, да, что женщины, наверное, настолько давят, настолько, даже один момент, да, что они такие стали страшные и пафосные. Вот, но вы знаете, на самом деле же, ведь мы, мы же, если на сегодняшний момент мужчины так думают, наверное, мы со стороны им кажемся такими. Ведь действительно, просто так не бывает. Да, потому что, если бы, наверное, было бы что-то иначе, да, они бы сказали бы, что у нас все хорошо, у нас прекрасные женщины. Но я думаю, что на самом деле у нас очень прекрасные женщины, у нас очень сильные женщины. Да, есть женщины, которые в джорку кенеши, да, которые, там, как сказали, управляют страной. И это тоже здорово. Но, опять же, видите, мужчины чувствуют вот эту силу, чувствуют то, что женщины давят. И поэтому... Вот хотелось бы подметить от того, что, чувствуя наш, можно сказать, авторитет, мужчины, такая натура, они не любят спорить, да, то есть, ну ладно, делай вот как ты хочешь. И просто у них такая позиция нейтральная, то есть, делай как ты хочешь, а мы сделаем так, как ты хочешь. То есть, это же тоже неправильно. Мы в какой-то степени их ломаем, так как мужчина морально слабее нас. То есть, это неправильно. Надо же мужчинам внушать. То есть, вы на тренингах, думаю, преподаете, да, то есть, я хотела бы сейчас от вас, как от мастера, от тренинга, да, от профессионала своего дела, да, такой совет для женщин, то есть, как сделать так, чтобы мужчина зашевелился, чтобы он взял все свои руки, руки у него не слабые, сильные свои мужские руки, и начал действовать. Что для этого надо делать? Нужно все время вдохновлять мужчин. Вот это я тоже очень много слышала. Ну вот как, Гзель? Нужно верить в него. Вы понимаете, когда женщина постоянно приходит домой, опять же, мы заранее, мы ранее говорили об этом, да, она работает на нелюбимой работе, естественно, она растрачивается очень сильно. Она приходит домой нервная, уставшая, и, конечно, она будет, скажем так, не очень-то, да, приятно разговаривать с мужем. И о каком-то может идти, да, вдохновении речь. Вот женщина пришла устала, да, ей хочется там поспать, полежать, да, а она еще одновременно является не просто женщиной, она является супругой, матерью, дочерью, да. Хозяйка по дому, то есть все обязанности. Да, хозяйка по дому, да, то есть там и подруга, да, и везде надо все успеть, и снохой, да. Поэтому вдохновение, вдохновение, когда вдыхаешь именно вот жизнь мужчину своей верой, наверное, нужно здесь остановиться чуть-чуть, сказать стоп, посмотреть по сторонам, нравится ли сегодняшняя жизнь самой женщине, устраивает ли ее мужчина. Устраивает ли ее семья, ее отношения с детьми полностью, да, с окружающим миром. И если ее что-то не устраивает, я думаю, нужно здесь вот остановиться, посмотреть, посмотреть вовнутрь себя и сделать уже какой-то выбор, именно выбор в пользу своего развития, наверное. Самое главное, это же женщина, она очень, как сказать, она очень восприимчива, она очень эмоциональна, она все воспринимает буквально, и начать идти, начать работать над собой. А вот касательно вдохновения мужчин, да, то есть это какие-либо сильные слова касательно вот «ты мой мужчина», «мой любимый», «сможешь все», да, или «как», каким образом? Такой вот мини-мастер-класс в прямом эфире хотелось бы от вас. Даже не то, что слова, просто само отношение, само состояние женщины. Понимаете, когда женщина в хорошем настроении, вот, наверное, у каждой, я думаю, был такой момент в жизни, когда женщина себя чувствовала вот в таком каком-то эйфоричном состоянии, да, когда ей, она когда сама себе нравилась, все ее движения, она даже в тот момент, если женщина готовит, то представляете, какая-то получается еда, я думаю, это получается очень вкусная еда. И не обязательно, я понимаю, есть женщины, которые не могут там говорить какие-то слова, да, «я тебя люблю» или еще что-то, да. Вот сегодня в современном мире сказать, что «я тебя люблю», это очень сложно многим, да, сказать, «а я не могу ему так сказать, а почему?» А вот «я не могу», поэтому, возможно, сложно, да, но хотя бы своим состоянием, именно состоянием, таким спокойным, гармоничным состоянием, и мужчина уже тогда начинает постепенно, постепенно преобразовываться. И женщина гармоничная, она обязательно, она потом уже и начнет и говорить, и приятные вещи. И именно не просто так, чтобы сказать, вот, я ему скажу, это чтобы вот его вдохновить. Нет, так это не пойдет, потому что мужчины, они тоже, они чувствуют все это. Это должно все действительно исходить от сердца искренне. Ага. Газель, я хотел бы немножко поговорить о женском центре Тенгриома. Вот в основном женщины к вам приходят. Какой контингент женщин, то есть это сильные, самостоятельные, независимые женщины? Или же, то есть каким, по каким критериям вы, вот, вы же уверенно разделили на какие-то критерии, то есть какие они и самые такие востребованные проблемы, что есть в настоящее время, да? Нам об этом расскажите поподробнее. Ну, на сегодняшний момент именно конкретно наша студия, она работает, она работает именно по системе, по индивидуальной системе. То есть многие женщины, когда такой тренинг, когда обсуждается какая-то проблема, многие не хотят ее выносить, многие стесняются, и поэтому мы разработали именно такую индивидуальную работу. И в основном женщины приходят, именно сильные те женщины, именно бизнес-леди. Все-таки сильные женщины. Бизнес-леди, которые, у которых, в принципе, все есть. В материальном плане все есть. И вот на сегодняшний день они начали задумываться о том, что хотелось бы именно что-то поправить в личной жизни. И вот в основном к нам попадают именно вот такие женщины. И мы поэтапно, поэтапно, пошагово работали с ними. А так как мы еще являемся официальными представителями Виктории Лапиной, когда она приезжает, то мы организовываем уже групповые занятия. Но вы знаете, там женщины тоже, они как бы в группе, я же говорю, многие не хотят озвучивать свою проблему. Но в общем проблема семейное отношение, как бы замужество. Есть женщины, которые хотят выйти замуж на сегодняшний день. Они одни и не могут встретить именно, как они хотят достойного им мужчину. И вот с такими моментами мы работаем. И это опять же какие-то модели, это модели жизни. Это какие-то стереотипы, по которым живет женщина. И мы начинаем показывать успехи. Но вот уже в Вашем центре есть примеры успеха, то есть эти поэтапные, пошаговые периоды развития женщин. То есть они уже могут сказать, то есть за год существования Вашего центра какие успехи достигли Вашей клиентки? Вы знаете, достигли осознания. Они начали относиться к жизни осознанно. Они каждый шаг, они понимают, что они делают. Они каждый шаг делают осознанно. Они стали очень чувствительными. Они стали более женственными, более такими мягкими, воздушными. Это есть, это вот я подмечу, что это действительно есть. Это нас очень радует, это меня очень радует. Ну, я думаю, Гзель, наши телезрители, и мне само это уже стало интересно, как Вы пришли к тому, чтобы открыть и основать этот центр женский? И немножечко Вас самой, думаю, будет интересно послушать и нашим телезрителям. Ну, знаете, наверное, в жизни каждого человека происходит так, что какая-то переоценка ценностей, жизненных ориентаций. И когда человек подходит к этой точке, у него есть выбор. Либо оставаться, также жить дальше, продолжать, либо развиваться, идти вверх, постигать, да, что-то такое, развиваться, внутренний мир свой раскрывать, изучать его. И, наверное, вот я подошла именно к этой точке, я сделала выбор в пользу своего развития. И в тот момент, конечно, было прочитано немало книг. Посещала различные тренинги по росту, по бизнесу, по личностному росту. И, Вы знаете, я там не находила того, что я хотела. Я вот что-то хотела, но я не понимала, чего. Пока действительно я не встретила замечательного тренера женских практик, вот Викторию. И тогда у меня как будто пазл сложился. То есть решили сами взять и основать, да? Да, решила, да. Но ведь это достаточно, скажем, серьезный шаг. То есть не боялись ли Вы того, получится ли, не получится. А понимаете, когда уже создаешь такие вещи, получается, я пропустила это через себя все. И я увидела результаты на себе. И я подумала, почему бы не поделиться это с нашими женщинами. Потому что нам приходилось выезжать. Нам приходилось выезжать на различные тренинги, да? Те, которые находились не здесь. Почему бы для наших женщин не создать здесь это? Потому что каждая женщина, которая получит это, да? Я думаю, это действительно большой вклад. Большой вклад. Так как если женщина гармоничная, значит и семья хорошая, да? Семья такая сильная. Дети гармоничные. Если семья такая целостная, значит род крепкий. А если род крепкий, значит и народ, да? В общем, тоже становится очень таким целостным, гармоничным, сильным, крепким. Замечательно. Дорогие телезрители, вот так вот на интересную тему, указательную ролью женщины в нашем современном мире. Говорим мы сегодня с Турсуновой Гузель. Присоединяйтесь к нашей беседе. Номер нашей 159-2001. Будем ждать ваших звонков. А пока хочу предложить к вашему вниманию посмотреть нашу традиционную рубрику кейт-топа. Сюжет специально к нашей теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что я попала на не тот путь, как вы сказали, мужской путь, да? Вот, потому что после работы я прихожу уставшая, и муж раньше был сильным, сейчас он больше расслаблен в виде. Я хотела узнать, есть ли тренинги я пройду. Для этого мужчина тоже должен какие-то тренинги проходить, или он сам по себе уже будет меняться постепенно. Дамир, погромче, если вы пройдёте тренинг, то касательно мужа, вы хотите, чтобы он тоже прошёл? Нет, нет, я просто узнаю сам процесс, как проходит. То ли он сам меняется после этого, или от того, что я поменяюсь, и его надо вести на тренинге. Пока оставайтесь с нами на линии. Вы услышали, Гузель, вопрос? Услышали, да? Наша телезрительница Дамира говорит, если, говорит, я приду на тренинги, то есть я поменяюсь, а мне надо самой меняться, чтобы поменять мужа, или ему тоже надо прийти? Правильный вопрос, да, Дамир? Да, да. Хороший вопрос. Конечно, самое главное, чтобы женщина менялась. Мужчина, как следствие поведения женщины, он будет тоже меняться. Мужчине не обязательно ходить и заниматься. Он, это всё, что сеет вокруг, это женщина. То есть на сегодняшний день слабые мужчины, это опять же... Это результаты от давления силы женщины, да? Конечно. Поэтому если женщина начнёт меняться, мужчина, как зеркало, это как отражение. Он, вследствие того, что женщина начала развиваться, начала меняться, он тоже будет меняться, он тоже будет расти, он тоже будет становиться сильнее. Дамир, я надеюсь, мы дали вам полноценный ответ. Обязательно, я думаю, стоит посетить тренинги женской студии развития «Тенгриума». Это действительно очень не только в плане духовном, но и физическом, во всех развитиях поможет каждой женщине стать ещё лучше, ещё прекраснее, чтобы ваш брак, ваша семья и в личностной, и в профессиональной какой-то деятельности стать намного лучше. Ну а сейчас у нас в эфире короткая реклама. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Используем мы вновь в эфире, продолжим нашу беседу. Дорогие телезрители, вновь мы в прямом эфире. Сегодня с нами Турсуна Вагузель, основатель и директор женской студии развития «Тенгриума». Рассказывает нам о положении женщин, даёт некие советы, которые, думаю, стоит взять во внимание каждой женщине, каждой прекрасной девушке, потому что, думаю, это очень важные советы по жизни, по профессии, по личному самороста. Номер нашей студии 59-2001. Вы можете сами позвонить, также спросить у Гузели лично, задать вопросы. Думаю, на все интересующие вас вопросы мы обязательно ответим в эфире. А мы продолжаем. Гузель, у меня вот вопрос, то есть основным центром всего и семьи, и атмосферы в доме, уюта, это всё зависит от женщины, верно? Ну, а также, я знаю, женщины, мы в начале эфира затронули эту тему, негатив какой-то мы храним в себе, да, если центр, наш центр весь женский, это, как мы сказали, уже женский наш орган, это матка, да, то есть там остаётся всё, и энергетика плохая, и хорошая, быть может, да, вот об этом поподробнее, пожалуйста. И это, я же думаю, всё очищается, выходит как-то. Конечно, выходит. Да, на самом деле, все деструктивные программы, это обиды какие-то, это претензии к жизни, это какая-то своя нереализованность, это всё записывается в нашем поле, это полностью в нашем поле, особенно это скапливается именно в нашем органе матка. И представляете, что происходит, да, с такой информацией, да, женщина беременна, женщина носит там ребёнка, вынашивает, как мать и женщина, ой, мать, ребёнок и мать, они тесно взаимосвязаны, очень близко взаимосвязаны. У них один такой очень близкий прям, мать держит своего ребёнка в поле, да, долгое время ещё, и поэтому вся информация, эта же информация передаётся обид каких-то претензий, она передаётся ребёнку. Поэтому, и потом, соответственно, и ребёнок вырастает, да, с какими-то обидами, с какими-то претензиями. Но, как вы подметили хорошо, это, конечно, это всё очищается, это всё очищается, это специально есть такой, у нас именно разработана программа по очищению, это всё очищается, и, думаю, женщина вновь начинает сиять новыми красками, да, но это же опять недолго, если женщина начинает снова обижаться, снова какие-то у неё претензии, какое-то недовольствие, это опять начинает всё записываться. Поэтому самый верный путь – это путь развития, путь познания себя, и тогда, когда женщина находится в этом постоянном состоянии, в состоянии удовольствия, да, то есть постоянно записывается такая информация, информация удовольствия, и тогда и жизненные органы приходят, да, в норму, все здоровье поправляется. Так, сколько мы сегодня видим женщин, да, которые… У многих женщин, у которых обиды, претензии, особенно на мужчин, они, у них, как бы, они больны по женским органам. Это у которых обиды на мужчин, да? Да, конечно, в основном вот обиды на мужчин, они дают сбои именно женских органов. Это различные миомы, это различные там… Это очень страшно. Поэтому, ну, к нашему счастью, это все, как бы, это все дело поправимо. Просто нужно захотеть, захотеть работать над собой. Это еще раз, внутренняя работа, это очень сложный такой процесс. Понимаете, там нужно ломать столько стереотипов в себе. Но я думаю, что это все происходит, и происходит хорошо потом. Замечательно. Дорогие телесрители, вот такие вот интересные вещи и тонкость рассказывает нам сегодняшняя гостья Турсина Турсунова Гузель. У нас сейчас есть вновь наша рубрика «Киев фото», подборка фотографий касательно нашей темы. Прямо сейчас давайте все вместе посмотрим. «Киев фото» «Киев фото» Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие телезрители, вновь мы в прямом эфире. Напомню, сегодня у нас в эфире Турсонова Гузель. Это основатель, директор студии женского развития Тенгри Умай, где Гузеля преподает мастер делового административного, каучер, тренер женских практик. Так что, дорогие телезрители, это очень интересная тема касательно женщины. Именно об этом мы говорим, о роли женщины в социуме в нынешнее настоящее время, какие же мы сейчас. И хотелось бы напомнить, что мы, оказывается, настолько разговорились, что забыли напомнить, дорогие телезрители, что наша гостья пришла не с пустыми руками, а с подарком. Это консультация с нашим сегодняшним гостем с Гузелей, беседа, касательно лично индивидуальная. То есть вы можете встретиться с Гузелей в очень приятном месте. Я думаю, позже, Гузель, вы созвонитесь и удивите наших телезрительниц. Так что, дорогие телезрительницы, звоните. И один мастер-класс, одна встреча от нашей Гузели вам сегодня в подарок. Так что поактивнее будем ждать ваших звонков. У нас сразу же есть телезрительница. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос в Гузеле. Алло, здравствуйте. Вас плохо слышно? А можно поучить. Представьтесь. Алло, здравствуйте. Меня зовут Самира. Хочу задать вопрос к Гузеле. Мы вас слушаем. Да. Я думаю, вот в нынешнее время очень трудно угодить мужчинам. Я не знаю, насколько помогают эти тренинги. Даже когда мужчина приходит домой, готов ужин, улыбка, хочешь поцеловать его в щелку, но создаешь такую атмосферу дружелюбную, но все равно вот чего-то не хватает. Все равно, мне кажется, они... Вот, не знаю, вот... А вот вы бы хотели... У Гузеле какой вопрос задать? То есть сейчас не хватает, да, немножечко, как вы пояснили нам, отношений, то есть каких-то действий со стороны мужчин, верно? Ну да, я не знаю, насколько эффективны вот эти тренинги. Вы бы хотели узнать, как это все возбудить, чтобы мужчина начал действовать? Да, мне кажется, не знаю. Мужчины настолько сейчас вот разбалованы, требуют очень много. Мне кажется, женщины не хватит просто, чтобы угодить ему. Я думаю, сколько времени нужно заниматься этим. Я думаю, не знаю, по крайней мере, я считаю себя, ну, не самой такой идеальной, но женщиной, мамой. Ага, а вопрос касательно Гузели, какой вы хотели бы спросить? Совет, вопрос? Да, ну, что можно еще сделать? Сколько тренинги, чтобы стать чужинственнее, и чтобы еще привлекательнее, чтобы уже как бы угодить мучение? Или, я не знаю, может быть, проблемы какие-то в мужчине, в жене, в женщине? Вот такой вот вопрос. Спасибо большое вам за звонок. Вы не услышали, да, Гузель? Наша телезрительница, в общем, имеет в виду, что сейчас мужчины немножечко бездействуют. Как заставить их каким-либо поступком, как-то их спровоцировать? Или же как заставить себя? Может, это зависит от женщины, чтобы мужчина был удовлетворен каким-либо, в любых планах, да? То есть она вот спрашивает, как это все сделать? Вы знаете, ведь на самом деле мужчина что любит? Мужчина любит свое состояние рядом с женщиной. Если мужчина чувствует себя с этой женщиной очень комфортно, если он себя чувствует с этой женщиной, скажем, таким сильным, да, победителем, добытчиком, да, то есть вот ему нравится вот это состояние. В частности, в том, что женщина, женщина, понимаете, как бы чтобы вызвать там его какой-то интерес, да, чтобы побудить его каким-то поступком, женщине нужно опять же, я еще раз говорю, да, нужно начать себя, начать меняться. Ну вот, допустим, женщина, которая постоянно может быть, ну уже, ну совсем она может быть неинтересна, да, своему мужчине, своему мужу, она не может его побудить на какие-то поступки, да, на какие-то подвиги ради нее. И понимаете, просто так сейчас, сидя на диване, да, этот вопрос, он как бы не решится. Нужно действовать, нужно действовать. Мы опять же, мы же сами, опять же делаем мужчин такими. Если он приносит нам цветы, мы говорим, а что такие цветы, а зачем цветы, или есть у меня соседка, ей подарил муж цвета, она говорит, а зачем ты мне их даришь? Это сколько, сколько не стоит, да? То есть это самая первая и очень такая серьезная ошибка, да? Конечно, нужно и уметь принимать подарки, принимать внимание. А у нас, может быть, если даже мужчина что-то скажет, у нас начинается, да, или мне депайтат, ты что, не делай так, не говори мне, все тихо. Может быть, он даже ее хочет где-то обнять, да, но она не может тебе этого позволить, потому что, а что люди вокруг скажут? Нам уже столько лет, да, ну, допустим, если уже как бы женщина где-то 50-летнего возраста, то есть это немного так наша ментальность сказывается, да? Надо перебарывать эти стереотипы. Да, и сидя вот как бы просто без действия, как бы этот вопрос не решится. Нужно идти, нужно идти действовать, нужно заниматься, развивать себя, открывать свой внутренний мир, и тогда мужчина начнет, конечно, меняться. И вот в заключении наша программа, она уже так быстро пролетела, касательно темы женщин, это бесконечная тема, можно обсуждать и обсуждать. Вот мой заключительный вопрос хотелось бы вам задать. Гузель, вы уже женщина, которая прошла, можно сказать, все эти переломные моменты, где-то долго искали себя, путь к самой лично, к себе, и нашли его, да? То есть касательно и семьи, и профессии, то есть сейчас вы находитесь в состоянии, в состоянии удовольствия, то есть нравится вам все. Это очень замечательно, я думаю, этого хотелось бы всем женщинам. И мой последний вопрос, вот как вы дошли до этого состояния, и быть может некие, конечно, это вопрос индивидуальный, но у каждого, но хотелось бы некие такие азы, чтобы наши телезрительницы, да, что-то в общем, да, взяли во внимание к себе. Вот как ранее я уже отмечала, да, что у каждого человека приходит такой момент, и возможно сейчас женщины, которые вот звонили, да, интересовались, женщины, возможно, которые сейчас смотрят. Если на сегодняшний день в вашей жизни все комфортно, у каждой женщины, если все хорошо, то тогда как бы беспокоиться не о чем. Но если, как вот ранее говорила, женщина подошла к этой точке, да, к такому моменту, когда ее уже что-то не устраивает, ее не устраивает отношения, ее не устраивает вообще, да, все, тогда вот здесь нужно, наверное, действовать. Это вот самая такая, как бы, мера, да, самая, самый такой способ, именно эффективный, это действовать, это действовать, это начать развиваться, начать открывать себя, раскрываться. Я понимаю, что как бы, очень, одно это сделать сложно, да, и поэтому мы открыли этот центр, потому что одна женщина, тем более сейчас очень много информации, очень много в интернете различной информации, да, по повышению женственности, да, различные женские практики, но не все они подходят, понимаете, там очень, это такой очень тонкий вопрос, индивидуальный вопрос, некоторые даже практики, там есть опасные, то есть, которые, как бы, я бы не порекомендовала их женщину, поэтому, чтобы, как бы, наших женщин не оставлять одних, да, поэтому мы открыли этот центр, и хотели, действительно, это уже такая миссия идет, мы хотели бы, чтобы каждая наша женщина расцветала, чтобы у нее была в душе весна, чтобы семья ее крепла, чтобы род становился сильнее, чтобы вообще, в целом, тогда весь наш народ будет, целостный, гармоничный, сильный. Ну, это замечательно, спасибо вообще вашему центру, такому благоприятному, что столько теплых эмоций, самое главное, внутренний рост, да, для женщин, и я думаю, такой вот маленький презент от вас, наша первая телезрительница, будет уместно, да, вручить, которая задала вопрос, помните, да, Гузель Дамира, наша телезрительница, дорогая наша Дамира, если вы еще нас смотрите, я хотелось бы напомнить, что от нашей сегодняшней гости, Гузели, для вас такой маленький мастер-класс, позвоните к нам, ставьте ваши контакты, и я думаю, встретитесь с Гузелей, в уютной обстановке, и поговорите, можно сказать, о наболевшем, да, но наша программа уже подходит к концу, Гузель, спасибо, что пришли, рассказали еще много интересного, вам дальше успехов и развития вашего центра Тенгри-Умайда, спасибо еще раз, дорогие телезрители, вот так вот наша программа уже подошла к концу, как мы уже выяснили в течение всей нашей программы, все, что мы делаем, зависит от нас, от женщин, так что, дорогие телезрительницы, наша красивая половина телезрительницы, это, конечно же, мамы, молодые девушки, то есть вам хотелось бы пожелать только самого, я думаю, самое главное, чтобы вы были счастливыми, когда вы счастливы, будут счастливы все вокруг, ну а наша программа уже подошла к концу, с вами была я, Кунпаева Джонара, всем до скорых встреч, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok